Был принят закон о том, что люди, которые посещают Крым, не имеют права поехать в Украину. Правильно? Но имеют право, только их не пустят. Ну, окей. Их не пустят туда. И насколько эффективен вот этот закон, насколько хорошо он исполняется, и насколько это влияет на решение, ну, в частности, музыкантов давать какие-то концерты в Крыму? Ну, это трудно сказать, как там на них влияет. Я считаю вообще, что давать или не давать концерты в Крыму – это вопрос личной позиции твоей. Если ты поехал в Крым деньги зарабатывать на оккупированной территории чужой страны, значит, тебе, конечно, в Украине делать нечего даже морально. Я вообще не понимаю, как можно поехать сначала в Крым, деньги рубить, а потом ехать в Киев, в Одессу, там, во Львов, куда угодно. Ну, как бы это, ну, я понимаю, ладно, там, наверное, действительно, сами артисты говорят, что многие среди них не имеют никакой позиции вообще. Вот им виднее. Наверное, такие люди действительно беспринципные есть, их достаточно, которые леют, деньги любят исключительно. Но у государства своя позиция должна быть. Если человек нарушил границу – все. Не каких-то, чтобы они понимали, что выступая в Крыму, там, по приказу Кремля, там, по просьбе Кремля, как это Шнур делает, например, с группы Ленинград, он поет там, как бы, совершенно давно уже, и очевидно, что это АП его просит об этом, потому что он знаковая фигура, там, для россиян. Ну, и заодно баблишко подрубают. Кто там еще? Лолита. Ну, это все уже, это Лолита, она вообще безумная. Она сначала едет в Крым, пересекает границу Украины незаконно, потом едет в Киев, она что думает, вот с пирогами, что ли, будут встречать пограничники украинские? Нет, конечно. Тем более, все это делается демонстративно. То есть, они, как бы, демонстрируют то, что Украина – это недогосударство, можно вести себя как угодно. Хочу, езжу в Крым, хочу в Киев, да, ну, вот, как бы, наплевать мне на все, ну, не наплевать. Нет, то есть, наплевать, пожалуйста, но только, если ты вот такую позицию антиукраинскую высказываешь, презираешь Украину, одобряешь аннексию Крыма, то ты теряешь возможность выступать в 40-миллионной стране европейской. Ну, пожалуйста, никто же не против, твое личное решение. Их же никто туда не тянет на аркане. А если у него семья, там, в Украине? Ну, если семья в Украине, значит, должен думать, нарушать законы Украины. Вот, когда человек-зак идет в тюрьму, он уже думает, он идет, рискует, там, крадет что-то. Он попался в тюрьму, значит, и семья в свободе, а ты в тюрьме. И не имеешь возможности с ней видеться. То же самое с этой историей. Если ты совершаешь преступление, это преступление, то ты должен понимать, что да, ты можешь потом не смочь увидеть свою семью в Украине. А какие юридические последствия? Вот у нее же она, ну, есть или гражданство, или вид на жительство в Украине, правильно? И что? Ну, у Лолиты. Значит, аннулировали. Аннулировали, да? Ну, да. Нет, но вид на жительство, он же бывает только тогда, когда, хотя, не знаю, этих тонкостей, по-моему, там, 190 дней надо более половины времени проводить. Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что она гражданка РФ, насколько понятно. Ну, и все. Гражданка РФ, которая нарушает закон. Ее, конечно, не пустят. Если бы она была украинская гражданка, ее бы пустили, и она бы по суду пошла. Что для нее лучше? Я не знаю. Но вообще, я считаю, что это мягковато все, потому что люди все-таки действительно нарушают границу. И надо применять ровно те санкции, вот ровно адекватные, которые при незаконном пересечении границ. Вот сколько положено, вот когда человек перебегает по граничный пункт, например, или просто там ночью в кустах ползком, как шпион, значит, под колючей проволокой пересекает границу другой страны незаконно, вот столько надо и давать, и судить надо. А тем более, с ним прилетают сюда, отлично. Прилетел в Борисполь, замечательно, здравствуй, вот наручники. В Афере в суд. Суд разбирает дело в каком-то там порядке, я не знаю, там, если он признает свою вину, если нет, посидит, значит, адвокат придет. Если признает, как факты есть, там какие-то документальные подтверждения, что он там был, тогда, значит, ускоренный какой-то процесс, но это должно быть преступление, это преступление. И то, что их просто не пускают, это еще и считаем подарок такой. А что касается вот простых россиян, которые ездят в Крым, а потом хотят в Украину поехать. Это уже трудно отследить, правильно? Ну, трудно, но отслеживают. Трудно, но отслеживают. И спецслужбы работают. В Крыму? Украинские спецслужбы? Ну, слушайте, есть списки авиапассажиров, есть всякие вещи, есть паромные переправы. Я фантазирую, я не знаю, откуда они получают информацию, но по многим людям, я знаю, есть информация о том, что они незаконно бывают в Крыму. Это не касается, конечно, жителей Крыма, которые вынуждены там пересекать, там и так далее. У них своя уже там логистика сложная появилась, потому что действительно там передвигаться иногда через Москву не летают, а также какие-то другие вещи, но это жители Крыма, это жители куперной территории, да? Это украинские граждане, которых там насильно и де-факто сделали российским. А что касается вот таких праздных путешественников, да, еще, да, еще что касается праздных путешественников, ну, надо понять, что ты едешь на куперную территорию, дружок, ты не в рай попал. Ну, вот, надо думать. И могут и визе отказать потом в европейской. Все же все может быть. Вот простые россияне, им стоит опасаться, что после посещения Крыма они не смогут въехать в Украину? Ну, да, если это станет известно, любым путем, любым путем, мы подчеркиваем, там, Facebook, там, какие-то фотографии где-то, там, в прессе что-то будет, или как угодно. Украинская страна, там, благодаря своей работе узнает о том, что человек был в Крыму, конечно, его не пустят, а могут и осудить. Я говорю, это дело такое, не надо воронам пользоваться, и тогда будешь спать спокойно. А если ты что-то сделал незаконное, тем более демонстративно нарушив законы другой страны, то, наверное, эта страна имеет право тебя наказать. А если появится такая возможность, она тебя накажет, конечно, как-то.